МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скользкий сезон. В стране растет количество травм после катания на тюбингах. В основном это переломы голени, переломы предплечья и черепно-мозговые травмы. Как избежать печальных последствий? Наездили на 6 нолей. Могилеве прикрыли нелегальный бизнес перевозчиков. Придется оплатить в бюджет налог почти 900 тысяч рублей. Чему приводит сокрытие выручки? Элегантность и шик. В Бобруйске прошла финальная репетиция новогоднего бала. Очень ждем это событие. Когда выберут короля и королеву? А также сладкий экспорт, оранжевый уровень и усиленная охрана. За незаконную добычу новогодних деревьев грозит серьезный штраф. Когда начнут работу елочные базары? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко встретился с руководителями органов безопасности и разведслужб СНГ. Президент отметил, Минск всеми силами противостоит серьезным вызовам. Главной задачей остается опередить оппонентов и не допустить сценариев, которые пытаются навязать. Столица хорошо видит активность спецслужб на нашей территории, констатировал глава государства. Символично, что в эпоху войн и политических катаклизмов нынешнее совещание проходит здесь, в Беларуси. Несмотря на политическое и санкционное давление со стороны Запада, прежде всего Соединенных Штатов, вы это хорошо знаете, мы продолжаем развивать мирное, стабильное государство и для этого делаем все, основанное на принципах социальной справедливости. Запрос большой на справедливость сейчас в наших государствах. Но, к сожалению, ситуация вокруг нас не становится безопаснее. Растет напряженность в различных регионах планеты. Некоторые тлеющие конфликты переходят в горячую фазу. Повсеместно развязываются гибридные прокси-войны. И не только прокси. Полностью деградировали иные международные структуры от ОБСЕ и Организации по запрещению химического оружия до Международной Организации Красного Креста. Удивительно. Они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков. Александр Лукашенко высказался о достаточно серьезных угрозах в информационной сфере. Недоброжелатели всеми силами пытаются оказывать деструктивное влияние на население. Также президент подчеркнул недопустимость разрыва связей. Только объединив усилия, возможно, противостоять многочисленным проблемам. Большие деньги. В Могилеве пресекли нелегальный бизнес перевозчиков. Внимание оперативников привлекло частное семейное предприятие. Оно осуществляло перевозки по маршруту Быхов-Могилев-Минск. Как выяснилось, последние три года руководитель давал указания о невыдаче билетов пассажирам. Так скрывалась выручка. Таким образом, от налогообложения умышленно сокрыта выручка в размере более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Теперь руководству организации придется оплатить в бюджет налог почти 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Вкусная статистика, новые перспективы и пристальное наблюдение. До конца года в республике продолжится мониторинг охраны труда в организациях здравоохранения. Какие вопросы на контроле? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Евразийский банк развития профинансирует проекты Беларуси на сумму полмиллиарда долларов. Сферы традиционные – транспорт, медицина, технологии, энергетика. Особый упор сделают на различные инициативы и частный сектор. Без сомнений, показатели по республике в стратегическом периоде будут выполнены. До конца года в республике продолжится мониторинг охраны труда в организациях здравоохранения. В учреждениях проверят температурные режимы, бытовые условия, а также обеспечение работников специальной одеждой и обувью. В прошлом году такой контроль осуществлялся в более чем 130 точках. Нарушений выявлено не было. Отечественные сладости поставляются в 24 государства мира. Рост продаж продолжает демонстрировать Китай. Также подписан контракт на экспорт во Вьетнам. Почти треть товаров отправляется на внешний рынок. Большая часть реализуется на внутреннем. В преддверии праздников фокус смещён на подарки. В планах выпустить не менее 2,5 миллионов специальных наборов. Незаконная добыча ёлок и сосен грозит нешуточным штрафом. За самовольную вырубку физлицы заплатят от 185 до 1110 рублей. ИП до 7400. Юрлицы и вовсе могут заплатить свыше 11. Совсем скоро колючие красавицы будут доступны для приобретения на специализированных базарах. Там их можно купить разной высоты и в катках. В Беларуси на 15 декабря объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. Синоптики передают облачность с прояснениями. На северо-востоке пройдёт снег. Ветер северо-западный, порывистый. Утром и вечером ожидается слабый туман. Ночью столбик термометра покажет от минус 1 до 10 ниже нуля. Днём до минус 2. В ожидании сказки в Бобруйске прошла финальная репетиция новогоднего бала. 15 декабря в Центре ДОП образования детей и молодёжи прозвучат торжественные фанфары. В вихре танца закружатся лучшие учащиеся 10-11 классов. Приглашения на светский вечер они удостоены за высокие результаты в учёбе, творчестве и спорте. Участие в изысканном празднике примет и руководство Бобруйска. Репетировали такие, как полонез, тампета, лансье, вальс, полкознакомство, пада пацинэр. А тампета, лансье, они в прошлых годах не танцевались. Это действительно самые новые номера. Каждую репетицию выкладывались на максимум. Мы все при вкушении новогоднего бала. Очень ждём это событие. Самая красивая пара традиционно станет обладателями почётного титула короля и королевы бала. В 2022-м звание получили учащиеся 11-й школы Дмитрий Рагимов и Альбина Мажеровская. К слову, в этом году пройдёт пятый по счёту новогодний бал, который проводится в рамках благотворительной акции «Наши дети». Зима – время не только сказочного настроения, но и гололёдных травм. В стране за помощью к врачам обратились уже свыше 5000 человек. В Бобруйске – более 100. А ведь скользкий сезон только начался. Не меньше опасность стоят и популярные тюбинги. О том, как прокатиться с горки без последствий – Елизавета Липеева. В начале декабря в Могилёве 35-летний отец решил подарить ребёнку незабываемые эмоции. Вот только способ выбрал не самый удачный. К машине мужчина привязал тюбинг и прокатил своё чадо по двору. Хорошо, что за глупость пришлось расплатиться штрафом, а не здоровьем малыша. Зачем подвергать риску самое ценное? Зимой опасность и так буквально на каждом шагу. Особенно, когда речь идёт про детские забавы. Один раз я видела, как мальчик катался с горы и врезался в дерево. И что, в итоге в больницу попал? Угу. Ой, очень опасно. Особенно здесь, потому что она очень сильно разгоняется. Я в прошлый раз скатывалась и вот там вот ударилась. Столб впереди. Большая гора, вон снегу нагревали. Всё надо опасно. За детьми надо смотреть. Вместе с ажиотажем на горках растёт и риск травматизма. Если не соблюдать правила безопасности, можно отправиться со скользкого спуска не домой, а в больницу. В Бобруйске врачи уже фиксируют случаи неудачных развлечений. Чаще всего следы от опасных забав остаются в виде ссадин и синяков. Но есть и более серьёзные последствия. К сожалению, бывают и случаи переломов. В основном это переломы голени, переломы предплечья и черепно-мозговые травмы. Лечение может затянуться от нескольких дней амбулаторно и вплоть до нескольких недель нахождения в условиях стационара и потом нескольких месяцев амбулаторного лечения в гипсах, на костылях. Так называемые надувные санки стремительно набирают не только популярность, но и скорость. Разгоняются тюбинги моментально, а вот затормозить и управлять резиновой ватрушкой детям точно не под силу. Даже взрослые не всегда могут контролировать направление зимнего развлечения, тем более, когда место для катания выбрано не самое безопасное. Управляясь на горки, нужно избегать опасных мест, таких как дорог, железнодорожных путей, линии электропередач, водоёмов и мостов. И, конечно же, помните, что с ребёнком должен быть всегда взрослый. Казалось бы, зима – самая волшебная пора года, но вместе с тем это и период максимальной травмоопасности. За детьми нужен глаз да глаз. Чтобы забавы действительно были в радость, малышей необходимо не только обучать правилам безопасности, но и присматривать за ними. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Детские мечты должны сбываться, особенно в Новый год. Уже в пятницу стартует благотворительный марафон. На протяжении нескольких недель гостями праздничной студии телеканала «Бобруйск-360» станут руководители города и организаций, бизнесмены и представители общественности, которые неравнодушны к судьбам маленьких белорусов. Нести свою лепту в доброе дело может каждый – перевести посильную сумму на специальный счет. Собранные деньги направят на оказание помощи нуждающимся ребятам. Реквизиты на ваших экранах. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»